Загримированные в костюмах за несколько минут до начала спектакля актёры бегут. Добрый вечер. Не на сцену, в комнату, куда посторонним вход воспрещен. Интимный процесс. Красивый. А это уже после разговора с худруком. Исполнитель главной роли Антон Шагин. Не текст повторяет, разминается. Танец в этом спектакле почти так же важен, как слова. Один из постановщиков ленкомовского спектакля – профессиональный хореограф Олег Блужков. Тот, что ставил танцы в стилягах Валерия Тодоровского. Так что с Антоном Шагиным давно знаком. А вот с Марком Захаровым раньше не работал ни разу. Дуэт постановщиков сложился. Все предложения, которые возникали, мы все пробовали. И вот здесь мы с Марком Захаровичем были честны. Если мы были уверены в чем-то, то мы говорили о том, что вот за это мы будем драться. На репетициях обошлось без драк. А вот на сцене и драки, и свадьба. Путешествия, ожидания, любовь, верность и предательство. Марк Захаров говорит в тексте Ипсена, есть все, что волновало людей в конце 19 века. И с тех пор, кажется, немногое изменилось. Была, конечно, самая главная идея, которая доминировала, наверное, это так, чтобы рассказать о человеке, чтобы каждый человек о себе задумался. В какой-то степени предъявил себе какой-то серьезный гамбургский счет. И проанализировал бы, что он сделал лишнего, что он сделал ошибочного, что он сделал неправильного. И где он успешен. Пергюнт ожидает впереди дорога славы. Я просто не решил еще с чего начать. Он едет в Африку, занимается работорговлей в Америке, знакомится с троллями и даже попадает в сумасшедший дом. Методом проб и ошибок Пергюнт ищет свой путь. В финале хрестоматийное возвращение блудного сына. Домой к истокам. И к женщине, которая ждала всю жизнь. Я сольник. Тихая, с какой-то тихой, наверное, даже грустной улыбкой. Но женщина, которая есть очень внутренняя сила большая, потому что, чтобы простить столько всего, сколько она простила этому человеку, так верить в него и так любить его. Вспыльчивого, эгоистичного, чересчур самоуверенного Пергюнта. Правда, как говорит Антон Шагин, для него этот герой однозначно положительный и даже достойный восхищения. Потому что задает вопрос человек. А сейчас очень редко кто делает вообще это. Я не знаю главного. Оно мучительно. Где прячется мое предназначение? Кто я такой? Антон Шагин в интервью признался. Сам ответа на этот вопрос он пока не нашел. Дина Иванова, Михаил Артюхин. Вести.